Привет, мои хорошие, с вами Селена Суэй и Мамачоли! Привет! Привет! Пришла наконец-таки выделить мне время и помочь мне, а то все с моим ребенком сидит, да с ребенком я одна тут все крашу. На самом деле, после моего видео, как я стелила линолеум, посмотрели все видео, так все говорили, блин, хочется приехать тебе помочь, но кто-то болеет, кто-то просто даже не знал, что я стелила этот линолеум, поэтому все нормально, все ок, ребята, не волнуйтесь, все, что я делаю, мне нравится делать. Да, это тяжело, порой ты не рассчитываешь свои силы, думаешь, оп, сейчас покрашу, покрашу, а тут все раз, и на самом деле не так легко все получается. Поэтому брат уже сказал, что придет с невесткой, и в шесть рук мы быстро-быстро все покрасим. Сегодня у него день рождения, кстати, с днем рождения его. Но, Виталий, я тебя не дожидаюсь, мама сказала, у нее есть время, поэтому, скорее всего, мы с ней покрасим сегодня кухню, хотя бы один слой. Так что, а вы потом уже придете докрашивать остальное, что останется, короче, вам. У меня нетерпение, хочется все скорее сделать, поэтому я и делаю своими руками. Вот, и я все переживала, что я вам не сняла видео о том, как я крашу стены, да вот, пожалуйста. Сейчас все и расскажу, и расскажу, чем красим, и почему красим. Итак, первое, чем мы красим наши стены? Наши стены, они, в принципе, и так белые, поэтому два слоя краски достаточно. Самой дешевой краской водоэмульсионной из Леруа Мерлен, где на 90 квадратов, короче, большой бидон, 10 литров, стоит 1165 рублей. Я купила три бидона, полтора уже израсходовала на две комнаты. Осталось полтора, я думаю, ее должно хватить на все остальное. Получается, ну, 3500, грубо говоря, да, плюс там валик, ну, короче, 4000, и своими руками стены прекрасные, белые, красивые. Я могу показать сейчас вам другие комнаты, это для тех, кто, может, еще не присоединился к нам, к моему ремонту. Вот, пожалуйста, это одна комната, белые стены, линолеум постелены, которые тоже сама клала, видео уже есть. И вторая комната, белые стены, и тоже вот линолеум, все, две готовые. В принципе, можно сюда въезжать. Здесь у нас, как видите, сразу отличается, вот, смотрите, я промазала уже розеточки вокруг. Розетки мы будем эти менять, поэтому ничего страшного, что они заляпаны. Стена вот такая, видите, сама по себе. Вот, и мы ее будем красить, конечно, белые уже смотрятся намного интереснее, моднее, светлее и так далее. Здесь лежит линолеум, который мы будем раскладывать потом, видите, вот он впритык как раз у меня лежит, по кухне. Так, самые сложные места, это вот эти вот будут, где труба, вот эти все дела. В общем, сейчас мы все это будем красить, и также мы будем красить балкон. Теперь объясняю, почему я выбираю водоэмульсионку, причем самую дешевую, потому что есть на самом деле недешевые водоэмульсионки, которые там лучшие и к воде устойчивые и так далее. Теперь объясняю. Так как я совершенно не знаю, что будет в этой квартире, где будет стоять телевизор, какой телевизор, на какой высоте он будет висеть, где будет стоять диван, где будет стоять кровать. Я все это знаю примерно, но я человек изменчивый, и все может измениться, ого-го как. Я даже еще не понимаю весь дизайн проект кухни-гостиной. Вариантов очень много, и здесь очень сложно мне с электрикой определиться. Вообще застройщик уже заложил здесь электрику, у нас по периметру, видите, раз, вот там розеточка, вот там розеточка, вот там розетка, вот там, вот там три розетки, да, вот она четвертая. В общем, какие-то розетки есть, но мне кажется, что их будет не хватать, потому что розеток никогда не бывает много. И что где делать, я не знаю. А когда я узнаю, придется штробить стены. Для этого может пройти много времени. И для того, чтобы мне не жалко было свои стены, я их не клею, потому что я не люблю клеить, я больше люблю красить. Я их, я не взяла самую дорогую краску, потому что потом все это еще будет меняться 10 тысяч раз. Но я хочу жить в комфорте, я хочу, чтобы мой глаз радовался, понимаете. Поэтому я выбрала самую дешевую водоэмульсионку, закрасить все красивый белый цвет, постелить линолеум, и я уже радуюсь, понимаете. А потом по ходу, потихонечку мы будем делать, штробить розетки. Заштробили, например, вот здесь я захотела где-то, вот здесь чтоб 3 было, да, телек, если здесь будет стоять. Мне так все проштробили, дырки сделали, даже если я покрасила уже все. Потом все это замазали, выровняли ровно, я взяла тоже красочкой белой, все это замазала, и все, ничего не видно, красота. А потом уже думаю, что со стенами делать, клеить там обои или еще что-то. Вполне возможно, что я в далекой перспективе поклею обои флизелиновой под покраску. Вот, это я тоже уже ролики посмотрела и примерно поняла, что мне надо. Потому что стены не совсем идеальные, да, и под покраску они вообще не совсем так идеально входят. Есть какие-то мелкие косячки, как раз таки обоями они закрылись бы, да. Но мне обои сейчас не нужно, потому что сами понимаете, да, если обои поштробят, и вот это все уже так просто не замажешь, не закрасишь. Вот, короче, водоэмульсионка, вот она. Стены я до этого прогрунтовала, вот такой вот грунт перед окрашиванием для сухих помещений. Я вообще и полы, и все стены прогрунтовала вот этой грунтовкой. И теперь вот мы красим. Вот она красочка, белая краска для стен, спальня, гардеробная, матовая. Все, берем вот такие валики и красим. Первый слой я развожу водичкой буквально, ну, как бы на глаз, чтобы она была чуть-чуть жиже. Сейчас буду делать и показывать. И все, и начинаем просто по-быстрому работать валиками сверху вниз. Как вы видите, еще, да, я промазала уже розетки, то у меня оставалась там краска, мне нужно было ее вымазать. Я прокрасила розетки, какие-то выключатели. Но сразу вам скажу, где-то я увидела, что типа сначала это надо сделать, да. Углы промазать и вот эти розетки. Но по своему личному опыту это делать необязательно, честно говоря, потому что разницы я не вижу особой. И еще момент, заклеивать или не заклеивать малярной лентой вот эти вот моменты. Я решила не заклеивать, я в одной комнате заклеивала, в другой не заклеивала. У меня в одной комнате, ну, вот так вот все красивенько, да, можно, если что, подтереть, ну, тем более их менять собираюсь, да. А вот в другой, где заклеивала, сейчас покажу, что было. А в другой, вот, смотрите, да, я заклеивала, когда я снимала, вот такие вот сколы появились некрасивые, грубые. Поэтому я решила, что лучше без них Я лучше аккуратненько кисточкой промажу вокруг Чтобы вот такого не было Смотрите, а мама у меня еще умеет Вот такие дырки замазывать И чем ты будешь замазывать, мам? Алебастра Причем я уже эту стену покрасила Как бы не было пока мамы рядом Я такие дырки еще ни разу не замазывала Мама говорит, алебастра белая Крась стену и потом просто я ее замажу Если что, сверху покрасим Но вообще может даже и не надо будет Короче, вот что было до Смотри, учись, пока я жива Вот алебастру насыпала И вот делаешь такую кашу Вот как кашу, дынечки, делаешь Вот такой консистенции Почему в кульке удобно Потому что потом кулек достала и выбросила Не надо мыть ведерко Молодец Вот таким образом потом проштробят Когда мы будем, наверное, не этой темой делать Мы еще и стены зафигарить умеем Ровненько Когда дырка глубокая, то нужно тогда замазать Потом подождать, чтобы оно посохло Потому что там оно может потрескаться Смотри, как лежит Вот чем хороший резиновый шпатель То, что он гибкий Раз И он делает все ровненько Вот Почему нужно два шпателя Одним шпателем снимаешь Вот сюда Допустим, раз Один об другой Сняла Чутишнее И все Ну вот сейчас вот это я сделала Сейчас замазала Оно засохнет, побелеет И потом Здесь надо будет еще Второй слой А потом кисточкой Кстати, кисточкой нужно всегда пройти Чтобы не было бугорков Влажная кисточка И кисточка вот так Раз 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 Сравняла Сравняла Чтобы все было ровненько И нигде ничего Не было лишнего Сейчас вот оно подсохнет А сколько сохнет? Ну оно быстро Оно моментально засыхает Вот это вот сейчас увидишь Оно через 15 минут будет сухое А, да, уже кстати Оно просохнет А потом еще раз выровняем Чтобы было ровно Потому что когда глубокая дырка Ладно Пойдем пока красить А это потом покажем Как оно в итоге получилось Вот такая у меня мама Пока что сейчас освобождаем Всю площадь Чтоб нам было удобно Быстро красить В две руки Мы первый слой Думаю очень быстро здесь покрасим Сейчас освобождаем пространство Все чистенькое То, что чистенькое Мы относим в комнаты Где у нас постелен линолеум А то, что грязненькое У нас еще есть прихожая Мы туда все Сейчас там тоже порядочек наведем Ну и что? Убирала я Убирала пространство В итоге решила Оставшееся Вот уже это не убирать Линолеум не таскать Потому что в принципе Аккуратненько там где линолеум лежит Можно или там подвинуть его Как-то не суть важно На центр Столик И вот какие-то пакеты Это все на центр В общем начинаем мы с этой стороны Я начинаю с этой Мне удобнее всего Просто сразу начинать работать валиком Сейчас разбавлю краску И просто валиком начну красить Вверх 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 Вот так вот Где у меня пока там все чисто Вверх 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 Тут Вверх 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 Скорее всего Вот так вот я закрашу верх Потом я начну делать второй слой по низу То есть я делаю, у меня где-то 3-4 слоя Вот так получается Раз, два, три, четыре А потом, когда краска уже в конце там останется Я буду ее размазывать по углам и так далее У меня, кстати, вон там сложные Наверху надо будет забраться туда еще И прокрасить вот этот маленький бурдюрчик, который там Вот, такие дела Сейчас я наливаю краску и развожу ее водичкой Кстати, первый раз, когда я наливала краску Это, конечно, у меня все было в краске Я разлила, наверное, целый стакан краски Блин, ну что? Блин, сейчас не открою еще раз И конец нашему видео Выливаю краску Вот так вот Потом перестает она немного литься Вот так вот смахиваю все Сейчас я кисточку не взяла Что сделать? Вот так И водички вот примерно Ну, реально на глаз все это делаю Вот так вот Она еще немножко подзагустела Кстати, ее лучше накрыть Вот так вот И вот так я ее перемешиваю Это первый слой, на самом деле Так можно Второй слой обязательно уже не разводить водой никак Так, так перемешиваем Так, ну все И теперь я беру валиком вот так вот Прокатываюсь Вот Как следует я его взмачиваю Вот здесь я его чуток отжимаю Вот И начинаю красить Работа эта не выстрая Я стараюсь все прокрашивать Более-менее, чтобы пятен не было Не спешим Потому что если спешить Эта работа может начинать Не доставлять удовольствия Хорошо, что потолки еще не сделаны И можно валиком фигачить под потолок Кстати, по поводу цен Почему я крашу сама Почему не нанимаю рабочих Во-первых Я люблю красить Мне нравится Я люблю какие-то простые такие вещи Прилагать к ним какое-то усилие Это раз Ну что, типа вот Пришли в гости Я бы сказала Я все сама покрасила Да, там были Вот две комнаты сама покрасила А, допустим, там Кухню помогали мне Приурочить своих близких друзей Тоже к этому Общему какому-то делу Это на самом деле Прикольно и круто Поэтому Мне нравится Я вообще люблю то, что я могу делать сама Я сделаю сама Главное, чтобы это мне приносило удовольствие А мне нравится красить стены Второй момент На самом деле Просто покрасить одну кухню 130 рублей стоит квадратный метр Чтобы просто покрасили в два слоя Допустим, мне водоэмульсионкой То, что я делаю Валиком, да? Вот мы посчитали Что одна вот эта кухня у меня выйдет На 7 тысяч рублей Со всеми вот этими С моей квадратурой, да? Получается Покрасить эту 7 тысяч Те комнаты, например По 5 бы вышли, да? Это уже 17 И прихожая там с балконом Ну, тысячи, блин 25, наверное Мне нужно было бы только отдать За то, чтобы мне покрасили всю квартиру За 25 я бы постирал бы купить Ну, то есть я на самом деле Еще такой человек Что, ну, где можно сэкономить Я сэкономлю Зачем мне разбрасываться Какими-то моментами такими, да? Я еще не знаю вообще Сколько линокон стоит стелить Где-то тоже 300 рублей квадратный метр Что ли Вот А я его постелила вообще как Даже вообще И не нужна чья помощь Вообще Кто меня очень хорошо знает Все знают, что я люблю Экономить Ну, не то, кстати, что экономить Я люблю просто выгоду Я люблю купить что-то Максим... Хорошее, да? Дорогое Но максимально выгодно Как только это возможно И потому я Если шоплюсь То я шоплюсь Я выйду в все магазины Прежде чем купить какую-то одну вещь И я ее найду По самой лучшей цене Самую там крутую И самую классную То же самое и с квартирой Все, что можно сделать реально Своими руками Я обязательно сделаю Не переплачивая там никаких вещей Я считаю, что Даже, допустим, рабочие Вот, где я линолеум заказывала Я уже говорила об этом, да? Доставка Мне бы обошлась Пять с половиной тысяч Я нашла людей Которые мне сделали Это все в три раза дешевле И спрашиваются Зачем платить больше Когда можно меньше? Всегда есть на что потратить деньги Особенно если у вас Кошелек не резиновый, да? Не безразмерный Резина тоже она имеет пределы А тем временем мама подмазывает Оставшаяся Хорошая консистенция Ну да, кстати Не успела еще Так высохнуть Вот, вот, вот Тут даже на конца Так И вот так вот Вот Ну все Ровная стена Красивая Там кисточка у меня есть, кстати Другая чистая Может быть даже еще Сейчас она подсохнет уже к вечеру Я даже помажу белым цветом Она уже идеальная будет Вот Вот так-то будет лучше, наверное Ну надо будет еще посмотреть Может если что Надо будет еще выводить Еще полоточить Раз уже выводить Спасибо, моя дорогая мама Вообще не видно будет ничего Кстати ссылочку на свою маму Я оставлю под видео Заходите на мой канал Сейчас я хочу вам еще показать Саму технику Как я вот, ну Откуда начинаю Потому что когда я красила В первый раз Я как-то все по-разному красила А сейчас вот мне четко Я сейчас вам покажу Сейчас намочу Валик Я, кстати, заметила Что я люблю ходить Ходить к своей вот этой виске За красной Я не люблю ее ставить под рукой Я все время к ней хожу Вот смотрите Стена, да Я обычно крашу, 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 крашу И вот я вижу Где я закончила, да И валик я начинаю вести От того момента Где я закончила Четко Раз И иду в левую сторону Прокатываю все это Ну буквально три Где-то мазочка у меня получается Потом эту в обратную сторону И раскатываю это Получается с этой стороны Справа у нас захлест Захватывается То, что здесь мы не прокрасили И вот размазываем его Дальше Ну пока не справляется, да Потом возвращаемся И здесь промазываем то, что у нас осталось Ну ты уже мастер, короче, своего дела, да Да Получается, что у нас Опять же, вот здесь слева, да Ну как бы не совсем плотно лежит красочка У меня чуть-чуть тоже показывает Вот с этой стороны Здесь совсем плотно лежит краска Поэтому мы снова начинаем набирать валик И снова вот отсюда Мы начинаем жирным слоем, да Опять его ведем туда И возвращаемся И размазываем Здесь идет захлест И в общем-то очень красиво получается И ровненько Ну молодец Классно тебе, да Самотехника? Да Делаем второй ряд Начинается второй ряд Вот тоже техники Обратите внимание Вообще, на самом деле Здесь уже Вот этот второй ряд Мы можем снять Палку И уже все остальное Делать Чистой Ручкой Ручкой Вообще Хорошо бы со стен Пройтись Легенькой Такой наждачечкой Крупненькой Или средненькой даже Для того, что Бывают некоторые работы Цементные Которые проводят Оставляют какие-то брызги Вот может быть От штукатурки Или шпаклевки И можно немножко Счистить Сравнять Потому что Когда начинаете Красить Стены Все это дело Видно Вот Вообще Такие стены Как у меня То есть Ну элементарные Какие-то там Царапинки Какие-то Где-то бугорочки Небольшие Которые Которые Вот так Даже визуально Не видно А именно Когда ты красишь Только начинаешь Все замечать Конечно На такие стены На мои Сейчас идеально Был бы Просто Вообще Ничего не надо было бы Не шпаклевать Ничего не нужно было бы Делать И ровнять Это обои Флизелиновые Или рогожка Под покраску Но лично Для меня Это идеально Да? Вот смотрите Одна стена покрашена Уже почти высохла Можно скоро Начинать второй слой Красить Мама помогает мне Всякие стыки Пока красить За трубами Вот здесь А я фигачу Вот так вот По верху Видите Валика Сейчас вверх Весь пройду По периметру Вот так вот Начну второй слой Делать И мама Мне тоже Там поможет Но вообще Она окна моет И окна Хочет помыть Чтоб они были чистые Совсем другой Вид получается Не буду засоветить Кратерский марш Чтобы мне память Не занималась Это конечно Прикольно было Когда мы Встремли Все это Ударка Да? У меня памяти Не хватит Поэтому Покажу вам Все Когда уже Закончили Это чтобы вы просто Поверили Что это делаю Реально я Подумайте Я просто Это сделала Вторую Рабочую Чисто для видео Только Да? Покажу Проколотила И все Конечно В любом случае Это не проста Работа Так чтобы Прям Ну руки Физически Я имею ввиду Сначала Просто Там половину Ты покрасила Просто А вот Вторую Половину Уже болят руки И кисточкой Тоже непросто Работает Но Особенно Когда ты с кем-то Вот мама пришла Помогать Мы тут Что-то трещим Прораб Приходит То Плиточник Уйдет Так что Потихоньку Что-то ваяем У нас сейчас У нас вообще Задача Номер один Блин Что нам делать С розетками В ванне Потому что Сейчас уже Стадия штукатурки Уже завтра Штукатурить Будут В ванну И нам нужно Определиться Где на каком Расстоянии Будут Розетки Вывести А я не знаю И поэтому Нужно Блин Идти И примерно Уже То есть Уже не получится Что-то фантазировать Уже надо пойти Примерно Определиться Под какую Все-таки Столешницу Я все это дело Делаю Посмотреть Сколько Она там По высоте И все это Отмерить Потому что У нас там В притык По-моему Становится Ванна Вот это Раковина И стиралка Вот это Столешница Короче Непросто Это еще Во влоге Я буду рассказывать По поводу Ванны Ну что Мы покрасили Первый слой Промазали Все углы Первый слой Комнаты Как видите Мама кстати Справилась Почти половину Сама покрасила Как видите Первая часть У нас Уже почти высохла И сюда Уже можно Начинать Красить Второй слой Пока я покрашу Второй слой Возможно Уже и там Все подсохнет И можно будет Тоже Красить Второй слой Ну как тебе Работа маляра Окошки Нравится больше Протирать Окошки Мне нравится Больше протирать Я больше Как-то в воде Люблю плескаться А грязные Работы Не очень люблю Так как Ничего Нормально Ну это надо Сделать Значит Сделать Это же не каждый день Вот работать Б маляром Каждый день Не хотелось Ну да Но на самом деле Мы здесь уже Много времени провели Сколько Ты не смотрела Я не смотрела Время не смотрела Сейчас где-то 4 часа А во сколько пришли? Во сколько пришли? Во сколько пришли? Ну надо посмотреть Когда мы с тобой Когда я приехала Часов в 12 Наверное, да? Нет? Ну можно Да нет Раньше выехала Я в начало 12 Выехала Еще Еще полдвенадцатого Не было Получается Мы работаем Где-то более Трех часов, да? Остров любви И шел Ты по дом 2 Ориентируешься, да? Ну в общем Все Я начинаю Пока мама Выпей кофе Отдохни Я начинаю Красить второй слой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пробирается и крестит Я дуба Короче, устала мамка Прикинь А прикинь Я две комнаты сама красила Ну ты молодая Я по две смены За станком пахала На заводе И потом еще на танцурки ходила Когда молодая была Ты молодая А я уже все Короче, мы покрасили Пожалуйста Вот вам отчет 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 Все беленькое Но еще, конечно, подсыхает Поэтому где-то могут быть неровности Самое сложное Надо будет, кстати, там вот еще подкрасить Самое сложное И самая неприятная работа Это вот там, короче Под этими трубами красить И я не стала их замазывать Эти трубы Так что они у меня Выкрасились все Вот Но мы еще не все совсем докрасили Вот это вот еще кусочек Вот здесь вот Нужно докрасить Второй раз Вот там вот внизу Ну это потом уже Я уже У нас осталось немного краски И я просто ее вымазала кисточкой То есть если вы не можете слить до конца краску И также здесь остается еще краска Оставляйте работу уголки какие-то Еще что-то Недосчеты На потом Потому что эта кисточка Очень удобно все потом вытащить И прям по всем углам пройтись По всем вот где не достает валик Вот И оставляйте тогда сухое Вот это вот подсохнет И потом можно ведро использовать Например Для чего-нибудь Помыть полы Например У нас треснуло Например ведро И мы вот в таком мыли Вот Ну и короче А это ничего страшного Я не мою Потому что Вот это вот уже все засохло Вот это уже не вымоешь Ну вот здесь вымоешь Ну короче Смысла я не увидела Поэтому я решила кисточкой Вот так все вымазать С опытом На мои вторые две комнаты И решила так оставить По новой Потом красить Ну что нам осталось прихожая И балкон покрасить Вот так мы это все и делали Придешь еще? Завтра не приду Нет не приду Нет я имею ввиду вообще Да приду Ну я думаю на следующей неделе Тут буду тусить Не замучила я тебя? Да ну я быстро устаю Ну что делать Ну я так по чуть-чуть Хочу тебе конечно помочь Знаешь у меня как бы У меня желание есть Здесь много что сделать А силов нет А силов нет Да Кстати на все про все Вот эта кухня Со всеми вот этими вот моментами В два слоя Мы вдвоем с мамой Причем она еще умудрилась И окна помыть Так что за 6 часов Мы управились примерно 6 часов Не спеша Там то прораб пришел поболтать То кофейку попить Вот как бы Не спеша управились Так что я уже приду стелить линолеум А видео как я стилю линолеум Вы видели Но это будет проще Потому что тут все по размеру Вот Ну все Задавайте вопросы Пишите ваши советы В комментариях Мы с вами прощаемся До следующего видео Да На канал мама Она тоже влог снимала Как она тут окна мыла И все дела В общем ссылочка на ее канал Я оставлю под видео Обязательно проходите Смотрите Поддерживайте Ставьте лайки Подписывайтесь Вот Ну и все Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok